Ну что же, всем привет, ребят, с вами Карина, и добро пожаловать в третью и заключительную серию проекта под названием «Помечтаем». Я надеюсь, вы еще не забыли о существовании этого проекта, и в принципе не забыли о существовании моего канала, потому что да, у нас уже очень давно не было видосиков, и не только по этому проекту, а в принципе давно я уже ничего не выпускала, и сейчас я поняла то, что все, ну как бы уже пора, как бы да. В общем-то, об этой теме мы с вами поговорим уже ближе к середине видео, и кстати говоря, вообще посмотрите, сколько идет это видео, оно идет почти 40 минут, ну точнее, оно даже будет идти 40 минут, потому что мне еще скриншотики сюда вставлять, так что да, ребята, запасайтесь бутербродиками, запасайтесь чаечком или, не знаю, кофе, если вы любитель кофе, потому что видосик, да, у нас достаточно долгий, и кстати говоря, насколько я помню, это, наверное, рекорд по длительности видео, потому что мне кажется, у меня ни разу не было таких долгих видео, и я сейчас просто сижу, чтобы вы понимали, вот в каком-то шоке, потому что я вообще не знаю, о чем мне говорить 40 минут, я хочу хотя бы 20 минут озвучить, и там уже ладно, можно музыку вставить, но и то, как-то, как-то все равно, знаете, я думаю, блин, ну что это 20 минут вы будете слушать просто музыку, наверное, такое себе, поэтому ладно, я думаю, мы с вами придумаем, о чем поговорить, но сначала давайте мы обсудим вообще вот этот домик, вот эту серию, в принципе вообще сам проект, потому что все-таки это заключение, заключительная серия, и я хочу сказать, так сказать, сказать, так сказать, да, Карина, которая два месяца не озвучивала видео, просто, да, не обращайте внимания, в общем-то, я хочу сказать о каких-то своих впечатлениях об этом проекте, ну и тому подобное. В общем-то, как вы помните, в первой серии этого проекта я вам рассказывала, почему будут три серии, почему решила сделать именно так, и, в общем-то, ну, если кто-то не помнит, я напомню, что логика моя была такова, что каждые три серии соответствуют, ну, так сказать, трем этапам моей жизни, то есть такой еще молодой, потом уже более взрослый, и вот последний, третий этап, это уже, ну, я не скажу прям точно по возрасту, но, наверное, это этап, когда нам будет лет по 50, возможно, вот почему я говорю нам, потому что, опять-таки, если вы забыли, то этот проект у нас не только про меня, но еще и про моего парня, вот, поэтому он, в принципе, называется «Помечтаю», потому что мечтаю я именно, как бы, нашей с ним жизни, вот, поэтому, вообще, если вы не в курсе, что вообще здесь происходит, чтобы, как бы, понимать всю картину, вообще все, о чем я сейчас говорю, то обязательно посмотрите первую серию этого проекта и вторую серию тоже, я оставлю вам подсказочку, либо на видео, либо на плейлист, поэтому обязательно посмотрите. Ну, в общем-то, как я и сказала, давайте будем представлять, что это вот уже домик, когда нам 50 лет, и он является для меня таким, знаете, окончательным, то есть это все уже постоянное жилье, которое, как бы, мы не будем уже менять, то есть все, вот мы здесь живем сейчас, и, как бы, будем жить, так сказать, до конца своих дней, вот, и сразу вот, что я хочу вам сказать, я когда закончила строить этот дом, я поняла, что, в принципе, все три постройки, то есть первая квартира, потом второй домик, и еще вот этот дом, они, на самом деле, вот, по интерьеру очень даже похожи, вот, серьезно, посмотрите потом, если вы не смотрели первые два видео, и я вам скажу так, то, что это было не специально, вот, вот, серьезно, я вообще, если честно, изначально видела интерьер этого дома немножко другим, но в итоге, что получилось, то и получилось, и вот потом, я уже когда достроила все это, я сижу, думаю, блин, надо посмотреть предыдущие видосы, и я поняла то, что реально, вот, стиль один и тот же. Я к чему-то говорю? К тому, что, видимо, ну, как-то я вижу то, что, вот, спустя, там, года, да, все-таки, вот, какие-то предпочтения в плане обустройства дома у меня, видимо, останутся. Ну, не знаю, может быть, это сейчас я так это все вижу, потому что мне, вот, ну, нравится такое оформление, может быть, в итоге все вообще будет по-другому, но не знаю, не знаю, мне очень понравился вот этот стиль. Я, на самом деле, не знаю, как его назвать, но я предполагаю, что это похоже на какой-то скандинавский стиль, он у меня, вот, ассоциируется с какой-то Швецией, там, Швейцарией и так далее, мне кажется, вот, у них как-то вот такой интерьер присутствует. Ну, я, опять-таки, я не уверена, это просто вот мои какие-то предположения, мои какие-то ассоциации, вот, но мне, в принципе, очень даже понравился этот интерьер, этот стиль, вот, поэтому напишите в комментариях, может быть, вы знаете, как это правильно называть, мне было бы очень интересно. Ну, и давайте сразу, наверное, обсудим, что у нас вообще есть в этом доме. В общем-то, как вы уже поняли, у нас домик состоит из двух этажей, на первом этаже у нас находится ванная комната, которая сейчас обустраивается на ваших экранах, также гостиная, прихожая, кухня. Кстати, вы не поверите, я только сейчас поняла то, что я даже стол не поставила, господи, как я могла про это забыть? Вот, причем, знаете, у меня эта проблема, она уже не первый раз проявляется, потому что я помню тоже какое-то, то ли видео я делала, то ли мы на стриме что-то строили, и я помню... Нет, нет, это было, кстати, во второй серии этого же проекта, когда я обустраивала кухню, я тоже не поставила там стол, я там сделала хотя бы тумбочки с барными стульями, а здесь я вообще ничего не поставила, как я могла про это забыть? Короче, ладно, видимо, мы будем в этом доме кушать только на диване в костинной, ну, в общем-то, ладно, давайте сделаем вид, что как бы так и должно быть, то что, да, у нас у всех нет столов в квартирах, мы просто все кушаем, не знаю, на полу или где-то на диване. Да, значит, что дальше? Также на первом этаже у нас располагается детская комната, ну, вообще, как детская? Вот тоже сейчас здесь расскажу такой интересный факт. Когда я начинала обустраивать эту детскую комнату, я сейчас сижу и думаю, подождите, а почему я обустраиваю комнату для детей? То есть, ну, я у себя в голове представила, что там, типа, детям по, не знаю, 8 лет. Я сейчас сижу потом такая уже, ну, пристроились в эту комнату и думаю, а почему? А почему им по 8 лет, если нам уже лет по 50? То есть, ну, типа, это как-то странно. И я поняла то, что, ну, как бы, надо уже комнату оформлять в более таком подростковом стиле, потому что, ну, как бы, дети уже в этом возрасте будут взрослыми, да? И я такая думаю, блин, все, надо все переделывать. Ну, там, по-моему, этот момент я даже не вырезала, вы это, скорее всего, увидите. Поэтому, да, вот такой вот интересный факт. И еще, еще, дам вам такой небольшой спойлер. На первом этаже также будет находиться небольшая такая комнатка, и это будет спуск в подвал. Но вы увидите, как я ее построила уже ближе к концу видео, и сейчас вам объясню, почему. У меня вообще, в принципе, с этой постройкой было куча проблем, потому что, не знаю, то ли как-то я не подготовилась, то ли у меня просто идеи приходили как-то вот в процессе, вот, ну, строительства, да? Я уже под конец видео реально сижу и думаю, блин, я же хотела сделать подвал. И я просто понимаю, что все, у меня уже полностью готов первый этаж, я не знаю, куда его теперь вообще там поместить, так сказать. Ну, в общем, как-то там что-то я придумала. Я, конечно, хотела, чтобы это выглядело не так, но как получилось, так и получилось. Надо было думать об этом заранее. В общем-то, подвал у меня служит для нескольких целей. Во-первых, там у нас, ну, естественно, хранятся какие-то вещи, понятное дело, да? Там для дома какие-то, может быть, старые вещи, может быть, какие-то новые вещи, еще не распакованные. И также там находится небольшое такое рабочее место, соответственно, для моего парня. Вот. Я там, конечно, не нашла того, чего я хотела, потому что, ну, в общем-то, я тут поставила... А как он называется? Я забыла. Я забыла. Короче, там, по-моему, станок он называется. По-моему, да. Короче, ладно, я не помню. Я не помню. И, в принципе, это чем-то похоже на то, чем занимает свой парень. Поэтому я решила, что в подвальчике я устрою ему такое небольшое рабочее место, где он может, вот, там, позаниматься своими делами, да? Ну, если, конечно, он еще будет в этом возрасте этим заниматься. Может, ему сейчас, не знаю, через пару лет захочется вообще там связать себя со сферой IT. Ну, ладно, ладно. Все-таки я вам говорила, что, как бы, здесь я отталкиваюсь от того, что происходит сейчас, да? И чем мы занимаемся и увлекаемся с ним сейчас. Вот. Ну, и сделала там еще также небольшое местечко, где можно будет сделать свечи. По-моему, да, по-моему, я вот это вот разместила. Ну, в общем, там, не знаю, если мой парень захочет этим позаниматься, или я там, если захочу. Ну, вообще, на самом деле, вот в реальной жизни я бы реально позанималась бы вот созданием свечек. Мне кажется, это реально круто. Я даже, по-моему, в ТикТоке много раз видела, как вот, ну, создают свечи, то есть ручная работа. Там видела еще, как бомбочки для ван создают. Короче, это реально интересная тема. Может быть, когда-нибудь все-таки этим займусь. Вот. Ну, это реально классно. Я вам советую. Посмотрите. Может быть, вам тоже понравится, потому что, мне кажется, это очень даже интересная вещь. Ну, в общем-то, про первый этаж я вам вроде бы все рассказала. И на втором этаже у нас находится наша спальня и также небольшой балкончик там есть, на котором можно выйти, например, летом, взять с собой чаечек, укутаться в плетик, если, например, вечер летний будет прохладным, и полюбоваться прекраснейшими пейзажами. Кстати, я сейчас опять-таки вспомнила интересный факт. Это мы продолжаем тему про то, что мне идеи приходили уже во время строительства. Я, значит, сижу, уже тоже ближе, наверное, к середине видео я это вспомнила. Я сижу и думаю, что-то, мне кажется, я забыла добавить. Сижу и думаю, блин, не могу вспомнить. И тут до меня доходит то, что я забыла обустроить место для животных. Вы знаете то, что я очень люблю животных, и, в принципе, по-моему, вообще в каждом видео из этого проекта у меня есть там какие-то мисочки, какие-то лежанки для питомцев, которые у нас будут. Я надеюсь, я очень надеюсь, потому что животные, это просто моя любовь, вообще всех животных обожаю. Вот, и в этом доме я решила, что у нас будут проживать две собаки. Не знаю, какие точно, но какие-нибудь. Поэтому какое-то там место для мисочек, для этих лежанок я нашла. Так что да, все, все-таки животные в этом доме точно будут. Также я хотела рассказать вам о проблемах, с которыми я столкнулась при строительстве этого дома. Да не только дома, а, в принципе, участка. Я не знаю, заметили вы или нет, но на этом участке я решила немножко поиграть с ландшафтом. Да, это, наверное, был мой первый опыт, когда я пыталась как-то поменять ландшафт. И скажу вам честно, для меня это было чем-то сложным. Я решила там добавить немножко такие небольшие холмики, какие-то такие, ну, возвышенности, короче, решила сделать. Не знаю, зачем, просто мне захотелось. Потому что, ну, я так подумала, ну, опять-таки, будет ровный участок, как-то, ну, неинтересно. Вот, и я решила, значит, сделать этот ландшафт. Потом я уже за кадром решила добавить туда какую-то растительность. И у меня начались проблемы. Я добавляла деревья из режима отладки. Они, короче, были в воздухе. Я начинала поднимать ландшафт, они поднимались еще выше. И так это просто продолжалось до бесконечности. Я уже психанула, думаю, все, короче, не буду эти деревья добавлять. В итоге, по-моему, я вообще выбрала другие. Как-то там все в итоге нормально получилось. Я просто уже думаю, все. Я вообще с ним ландшафтом больше никогда в жизни работать не буду, потому что я не понимаю, что с ним творится. Поэтому, да, это проблема номер один. И дальше будет проблема, которая меня вообще просто, я не знаю, она взбесила меня настолько, что я уже просто хотела психануть, снести этот дом и построить его заново. В общем-то, проблема эта, как ни странно, связана с крышами. Почему я говорю, как ни странно, потому что, вы знаете, я миллион раз говорила, что я ненавижу строить эти крыши, потому что они мне не получаются, они мне вообще не нравятся. И, в общем-то, суть в чем? Значит, эту крышу я, в принципе, сделала достаточно быстро. Она мне очень понравилась. Ну, вы просто этого не видели, потому что я решила построить вот основание дома за кадром, чтобы сразу все было готовеньким. И к видео не прибавлялось еще 10 минут того, как я решаю, как уже будет выглядеть фундамент дома, так сказать. В общем-то, да, доделала, знаешь, я эту крышу, смотрю на нее, любуюсь, думаю, блин, классно, супер, это прям прогресс. И тут я поднимаюсь на второй этаж и вижу, что крыша у меня торчит сквозь стены. Там даже, по-моему, на первых минутах видео это видно. И я сижу и думаю, я не понял, а почему это так вообще выглядит, почему это так работает. Я просто только вот, не знаю, я столько способов перепробовала, чтобы это убрать. Я сносила эту крышу, переделывала ее 10 тысяч раз. Я уже ей, как это называется, короче, немножко уменьшила вот эти вот углы, чтобы она короче была. Ну, я думаю, вы поняли про что я говорю, я просто не знаю, как правильно назвать. Вот, все равно это не помогало. Там торчало вот это вот, блин, как это все называется? Я не разбираюсь в этих терминах, которые связаны с крышей. В общем-то, вот эта вот обводочка, так это назовем, вот эта белая. Ну, вы поняли, вы это тоже, я думаю, уже видели при строительстве там, да? И я просто сижу и думаю, все, я не понимаю, что происходит, мне это не нравится. Я хотела там, короче, добавить стены, чтобы этого вообще не было видно. То есть, ну, поменьше сделать комнату. Потом я думала уже забить и просто, ну, сказать вам видео, что я не знаю, что у меня там случилось. Но в итоге решение все-таки было найдено. В общем-то, оказалось, что вся проблема заключалась в потолке. Как я до этого догадалась, я не знаю, я просто, видимо, вспомнила, что... Это, кстати, тоже есть в этом видео в начале. Я там добавляла этот фундамент на этот потолок. Ну, фундамент же это, наверное, называется. Ну, вроде бы да. Потому что там было пустое место, и я его закрыла этим вот фундаментом. И проблема была именно в этом. Я потому что, когда строила стены, потом уже, когда я тоже, ну, пыталась решить эту проблему, потому что Никита мне сказал, я у него спрашивала как раз-таки, что мне делать. Он мне сказал, попробуй провести стенами еще раз, ну, уже по готовым стенам. И я заметила, что у меня Sims считает, что вот этот второй этаж, это не одна комната, а две вот из-за этого квадрата. И я просто сижу, думаю, вы серьезно? Вы серьезно? Вот это, короче, я снесла весь этот потолок, сделала все одним вот этим вот квадратом там или фундаментом. Ну, в общем, я думаю, понимаете, про что я говорю. И все. И проблема решилась. Я просто сижу, думаю, боже, как можно было до этого догадаться? Я не знаю, возможно, люди, которые, ну, как бы там, постоянно строят, разбираются в этом, они бы это сразу поняли. Но я просто сидела в шоке. Я думаю, господи, хорошо, что я вообще, ну, об этом подумала. Причем эта идея реально пришла, когда случайно я просто вспомнила, что, ну, я там немножко химичила с этим потолком, и я подумала, ну, может, реально проблема в нем. И оказалось, что да, проблема именно в нем. Короче, я потом уже обрадовалась, что все, наконец-то я решила эту проблему, потому что, ну, все-таки вот эта крыша, она мне глаза просто мозолила, и мне было неприятно на это смотреть. Вот, ну, все-таки какие-то вот нотки перфекциониста во мне все-таки играют. Да, я думала, что у меня такого нет, и я смогу просто спокойно на это забить, но, как вы понимаете, нет. И я подумала, что все, проблемы на этом закончились, и потом уже в самом-самом конце всплыла еще одна проблема. Ну, я не скажу, что это прям жесть какая-то проблема, но мне тоже она не понравилась. В общем-то, как я поняла, это было связано с подвалом. Я, значит, сделала подвал, у меня слетела лестница, вот эта, как раз-таки, которую вы сейчас видели у себя на экране, которая стоит вот в зале, она у меня слетела. Потом я смотрю, у меня посветали некоторые предметы. Например, на скриншотах в конце вы можете увидеть, что на некоторых тумбочках, например, на тумбочке в детской комнате, там ничего нет. Хотя сейчас вы прекрасно видите то, что я туда что-то добавляла. И, короче, я так поняла, что это связано с подвалом, не знаю, каким образом, но у меня реально просто пропали некоторые предметы. Я такая думаю, классно, зашибись. Вот, ну, короче, я же потом подумала, что ладно, ничего страшного, вы же как бы, ну, все равно на видео видите, да, что я размещаю, а скриншоты это уже, ну, ладно, ничего страшного, так сказать. Вы не поверите, но сейчас я вспомнила еще одну проблему, я не знаю, это какое-то реально было проблемное строительство. В общем-то, все, я доделала этот дом, сворачиваю, значит, игру и думаю, сделаю сейчас сразу превьюшку, чтобы, ну, как бы вот завтра, точнее уже сегодня, озвучить видео и, как бы, скорее его выложить, чтобы потом не сидеть, не париться с этой превьюшкой. Я захожу в фотошоп и понимаю, что я не могу найти вот этот фотошоповский файл, как бы, ну, уже сохраненным, ну, как это назвать, пресетом, наверное, в общем-то, чтобы просто мне вставить картинку, там что-то редактировать, то есть у меня там уже все готово, да, нужно просто там поменять цифры и все. Я просто перерыла весь компьютер, я пересмотрела на всех дисках, вообще во всех папках полазила и поняла, что я потеряла вот этот вот исходный файл. Я сижу и думаю, ну все, трындец, что делать? И чтобы вы понимали, я взяла, короче, фотографию, ну, точнее, превьюшку с прошлого выпуска. Хорошо, что я ее скидывала Никите, потому что, когда ты скачиваешь превьюшку с YouTube, оказывается, она скачивается вообще в ужасном разрешении, в ужасном качестве. Я нашла эту фотку, вставила ее в фотошоп и просто вот, как бы, так сказать, обводила по ней и делала превьюшку для этой серии. То есть я просто искала тот же самый текст, сравнивая его с, ну, текстом на вот предыдущей серии, да, на превьюшке с предыдущей серии. Боже, это так тяжело все объяснять, я здесь вообще понимаете, про что я говорю, потому что реально объяснять это очень тяжело. Вот, я искала, как это называется, короче, там в фотошопе есть же кисточка и можно там всякие узорчики добавлять. Я искала вот эти вот какие-то веточки, которые у меня там тоже есть на этих превьюшках. Я их искала минут 20, я не могла их найти, потом у меня текст не совпадал. Короче, это просто была какая-то жесть. В итоге, я надеюсь, то, что вы разницы вообще не увидите. Хотя, возможно, возможно, вот сейчас я вам сказала об этом и вы теперь заметите какую-то разницу. Если бы я ничего не говорила, возможно, вы бы даже внимания не обратили. Ну, ладно, ничего страшного, я просто хотела с вами этим поделиться, потому что, я говорю, эта стройка, она была какой-то проблемной. Но я хочу сказать, что несмотря на все вот эти вот проблемы, которые портили мне настроение, из-за которых я реально бесилась, несмотря на них, я все равно осталась довольна этой постройкой, у меня осталось хорошее впечатление. Мне очень понравился вот интерьер в этом доме, для меня он прям очень приятный, такой теплый. Прям, ну, классно, классно, я довольна с тобой в этом плане. Вот, единственное, что я бы немножко изменила, это, наверное, ландшафт, не в том плане, что я бы его все-таки разгладила. Нет, я бы, наверное, добавила побольше растительности, потому что потом уже в конце, когда я делала скриншоты, мне показалось то, что на участке немного пусто. Вот, то есть, как бы есть вот эти вот холмики, и мне кажется, то, что нужно было добавить туда прям много-много всяких цветочков, может быть, травы какой-нибудь. Ну, в принципе, это такой вот маленький-маленький нюанс, маленький такой минус. А так, в целом, я прям довольна вот этой постройкой, и снаружи мне понравилось, как выглядит этот дом, и внутри тоже мне все понравилось, поэтому напишите своими мне в комментариях, как вам этот дом и как вам интерьер. Ну что, между прочим, прошло 19 минут, я даже, на самом деле, не заметила, как пролетело время, мы что-то вообще с вами заговорились, офигеть. Ну ладно, в общем-то, я думаю, что, в принципе, про этот домик я вам все рассказала. Давайте теперь поговорим о моих впечатлениях вообще об этом проекте, что я об этом думаю, ну, и все в этом духе. В целом, я осталась довольна этим проектом, и я довольна тем, как я его реализовала. Мне очень вот было интересно посмотреть, как вот эти свои мечты и желания я перенесу в игру, и я осталась довольна, правда, мне понравился такой небольшой эксперимент, так сказать, с этим проектом. Вот, надеюсь, то, что вам тоже. Ну и, в принципе, мне понравилось рассказывать вот вам обо всех этих вещах, там, о своих мечтах, да, желаниях и так далее, еще каких-то интересных фактах там из моей жизни, из жизни, там, моего парня, из наших отношений. Мне кажется, это прикольно. Да и вообще, вы знаете то, что я, в принципе, люблю с вами делиться какой-то такой информацией, я в целом как-то с вами достаточно такая открытая. Вот, у нас даже тоже вот недавно был стрим по мейк-коверу для Челленджа 100 детей. Мы там тоже с вами разговаривали про некоторые темы, я рассказывала вам какие-то такие свои тайны, секреты, которые много кто не знает. Вот, поэтому, ну, я, в общем-то, всегда открыта таким вот разговором, так сказать. Вот, поэтому, надеюсь, то, что вам тоже понравился этот проект. Возможно, в будущем что-нибудь еще интересненькое я придумаю. Вот, не знаю, правда, пока что, но что-нибудь можно будет придумать. Вот, поэтому, все-таки, если вам это все дело понравилось, то обязательно напишите свой комментарий. Также поставьте лайкосик и, естественно, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Мне даже, на самом деле, немного грустно, что этот проект уже заканчивается, потому что, возможно, я хотела еще что-нибудь построить. Но я сейчас так думаю, блин, а что строить? Только если, знаете, какую-нибудь дачу, не знаю, построить. И, кстати, блин, а это идея для какого-то дополнительного выпуска для этого проекта. Слушайте, я подумала, на самом деле, насчет этого, потому что, ну, я все-таки сейчас люблю строить, да, в последнее время. И это достаточно интересная идея построить вот дачу именно такой, какой бы я хотела ее видеть. Вот, ну, где бы мы с моим парнем проводили бы там время, да. Мне кажется, это реально интересно. Поэтому, если вы за, то тоже напишите комментарий. Ну, вообще, на самом деле, если вот так подумать, то это сейчас можно много чего напридумывать. Вот там дача, что-нибудь еще какой-нибудь там, знаете, у нас еще, например, может быть там домик где-нибудь за границей, на берегу океана. И так можно этот список продолжать до бесконечности. Вот, но нет, в принципе, я думаю, что все-таки можно будет, да, реализовать еще вот эту вот идею с таким вот дополнительным выпуском, со строительством дачи. Вот, так что, если вам такая идея зашла, то я с радостью сделаю такой видосик и выложу его для вас. Ну что, я думаю, пора заканчивать уже разговор об этом проекте. Все, мы с вами его завершили. Ну, потому что даже если выйдет дополнительный выпуск, все равно это дополнительный выпуск, то есть не основной, да. Основная часть этого проекта завершена. Вот, так что все, прощаемся с этим проектом. И теперь давайте поговорим о некоторых других вещах, например, о том, что у нас вообще будет происходить в ближайшее время, потому что у меня есть, что вам сказать. Вот, так что давайте начнем. Как мы все с вами знаем, уже через пару дней наступит лето, а это значит, что ура, каникулы. Но на самом деле у кого как, потому что все-таки я понимаю то, что у меня на канале есть ребята, которые работают или которые также учатся в университете, как и я, например, и для меня начало лета означает не каникулы, а начало сессии. Поэтому, да, у меня уже на этой неделе в субботу начинается летняя сессия, вот. И я не думаю, что у меня сейчас будет много времени для создания видео или для стримов, потому что, ну, сессия это дело такое, это как бы да. Это нужно учить, это нужно сдавать, потому что не хочется иметь какие-то долги, которые придется пересдавать осенью. Вот, поэтому мне сейчас надо будет немножко напрячься, отвлечься от ютуба, чего-то еще и посвятить время сдачи сессии. Вот, но все-таки я буду как-то стараться находить время. Может быть, там если у меня будет, ну, какой-то вот день такой более-менее свободный, да, потому что у нас там все-таки все равно за что-то не прям каждый день. Вот, то, конечно, можно будет ворваться так резко со стримчиком, вот, провести его для вас. Но будем стараться, будем стараться, потому что тоже как бы забивать сейчас на канал я не планирую. Но в любом случае, в любом случае, у нас вот сейчас неделя, которая идет сегодня, вот вообще среда, я не знаю, выйдет ли видео сегодня или завтра. Но на этой неделе у нас с вами еще будут стримчики. Я сейчас прям стараюсь как-то вот все свободное время забить либо стримами, либо там созданием видео. Вот, поэтому, да, это хорошо, это очень хорошо. И что касается того, когда я сдам сессию, это будет вообще, конечно, замечательно, если я все сдам. Вот, я, конечно, обязательно буду посвящать огромное количество времени стримам, хочется побольше посоздавать какие-нибудь видео, вот, потому что, ну, лето для меня это также и возможность как бы побольше трудиться, потому что, ну, как бы все, учебы нет, по сути, да, единственное, какими там могут быть дела, ну, это я там пойду в зал схожу, да, вы знаете, потому что я хожу в зал. И, в принципе, ну, все, то есть времени у меня должно быть много, и все это время я постараюсь вот забить вот этим вот важным делом, как вот там проведение стримчиков или же созданием видео. Также, возможно, на канале появятся какие-то новые проекты, я пока не знаю, я об этом думаю. Я просто помню, что у нас, на самом деле, столько начатых проектов и незакончатых, закончатых, да, незаконченных, вот. Вот даже я недавно нашла, как раз-таки вчера, когда я искала пресет для превьюшки, вот, для этого проекта, я наткнулась на папку, которая называется New, New Chris, по-моему, называлась этот проект, и у меня в итоге там вышла только одна серия, и я такая сижу и думаю, типа, угу, классно начала проект. Не знаю, посмотрим, возможно, его можно будет возобновить, потому что, в принципе, ну, проект достаточно интересный, тем более это строительство, которое я сейчас очень люблю, да, то есть можно будет что-нибудь там, придумать, вот, построить что-нибудь, ну, посмотрим, посмотрим, то есть, либо я его вообще закрою, потому что, я не знаю, я в последнее время как-то начала думать вот о том, то, что, вот, у меня на канале там куча незаконченных проектов, они вот висят, может быть, вообще ударить эти видео, потом я поняла то, что, ну, как-то все равно не хочется удалять, а с другой стороны, и мне не нравится, ну, короче, это все очень сложно, очень-очень сложно, но посмотрим, я решу, может быть, действительно что-то удалю. У нас также с вами еще есть проект, прикиньте, я забыла, да, я забыла, как у нас называется наш проект, я забыла, господи, подождите, мне нужно зайти на ютуб и посмотреть название, боже, позор ютуберу, просто мне позор, я забыла, как называется мой же проект. Все, я посмотрела, я говорила про семейку Стэнфилда, это что-то у нас типа такой небольшой династии, наверное, так это можно назвать, и тоже я давно не снимала серии, вот, но, не знаю, я на самом деле нахожусь здесь, вот, перед выбором. С одной стороны, мне хочется закрыть этот проект, потому что, опять-таки, опять-таки у меня эта проблема, что я не чувствую этих персонажей, я не чувствую эту семью, вот, то есть, например, если брать, вот, проект Стэнфилд в сравнение со стримами по Тиане, да, которые вы вообще, по-моему, обожаете, потому что они набирают достаточно много просмотров, я так понимаю, вам нравятся эти стримчики, и такая вот, ну, тоже династия, назовем это так, вот. То, и, вот, ну, с Тианой я прям вообще, я просто, я так чувствую этого персонажа, мне очень интересно за нее играть, ее развивать, ну, короче, это вообще, вот, прям, просто мой фаворит сейчас, наверное, вот, то со Стэнфилдами такого нет, то есть, изначально у меня была реально крутая идея, мне даже все очень нравилось, я там построила крутые постройки, придумала сюжет, и сейчас опять все. Я понимаю, что, типа, ну, как-то интересно, я не понимаю, почему так, возможно, стоило мне тогда поставить, например, высокую продолжительность жизни, как у нас происходит в этом, в проекте с Тианой, да, и тогда мне было бы интереснее, вот. Ну, не знаю, не знаю, в общем, посмотрим, я подумаю, потому что, в принципе, да и Стэнфилдов, по-моему, тоже достаточно много людей смотрят. Вот, не знаю, надо будет посмотреть, подумать и принять уже какое-то окончательное решение. Меня, знаете, меня вот с какой-то сырнующим бесит вот это вот то, что я начинаю какие-то проекты, и потом я такая вам, ну, все, мне не нравится, мне надоело, что-то не пошло, потому что, вы вспомните Династию Марлоу, да, которая тоже мне сначала пипец как нравилась, а потом все, я просто поняла то, что, ну, мне неинтересно играть, мне неинтересно вам это показывать. Вот, может быть, вообще вот эти вот Династии или какие-то проекты, это не мое, вот я стримлю Тиану, вот оно мне зашло, вот его и надо продолжать, потому что, в принципе, ну, реально прикольный проект, он мне очень нравится. Вот, поэтому, не знаю, надо будет посмотреть, что-нибудь я решу и, конечно же, вам об этом сообщу. Вот, и у меня все-таки, кстати, есть идея возобновить тот проект с эльфами, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Это проект, который я планирую уже сколько? Очень, блин, наверное, с осени, нет? Очень давно планировала этот проект, и не знаю, почему я забила на него, потому что там была настолько крутая идея, настолько она мне зашла, и просто, я не знаю, что здесь сыграло, возможно, здесь сыграла просто лень моя, которая мне сказала, что, типа, блин, еще столько всего делать. Хотя, на самом деле, мы сделали уже очень много, мы разместили здания практически везде, где я хотела, мы создали много персонажей, то есть, ну, реально уже, ну, большая часть работы была сделана. И почему я решила забить, я не знаю, поэтому я очень часто сейчас действительно думаю об этом проекте, и, может быть, все-таки он возродится. Мне просто кажется, что вот этот проект с эльфами, если я его все-таки выпущу, да, как-то вот реализую именно так, как я это хочу сделать, то он реально зайдет многим, потому что там не то, ну, не просто это какой-то проект, это не просто геймплей, это именно, ну, сюжет. Там есть сюжет, который я уже продумывала, я до сих пор его помню, его еще можно лучше вообще как-то там завуалировать, так сказать, я не все правильно выговорила это слово. Вот, поэтому я думаю, что если он все-таки выйдет, то он будет интересен многим, и это будет классно, это будет классно. Я все время как-то стараюсь сделать проекты, которые заинтересовали бы вас, которые бы вы смотрели прям с удовольствием, там, ждали какие-то новые серии. Вот, ну, то есть, для меня это важно, для меня, вот, ну, важно, чтобы была какая-то обратная связь от вас, да, то есть, каждый раз, когда вы мне там на стримах или где-то под видео пишете, типа, блин, там, у тебя такие классные видео, отобожают, там, стримы с Тианой, мне так приятно становится, я понимаю то, что, ну, вам реально это интересно. И для меня это прям, ну, очень для меня это приятно, очень для меня это важно, поэтому всем большое спасибо, кто делает мне такие приятные комплименты, так сказать. А между прочим, прошло уже полчаса, и осталось всего лишь 10 минут видео. Все, как-то они очень быстро прошли, я очень быстро озвучила это видео, офигеть, офигеть, это, это круто, это очень приятное чувство. Классно, классно, я даже горжусь собой, что я смогла озвучить, ну, считая практически все видео, да, это реально классно. Поэтому, в принципе, я думаю, что сейчас мы уже будем заканчивать, вот, потому что я уже вроде бы все такое самое важное вам рассказала, мы все с вами обсудили, вот. Вам осталось посмотреть только на обустройство второго этажа, и затем на обустройство, ну, как, сада, там, бассейна, в общем, ну, обустройство улицы, так сказать. Поэтому, ладненько, всем большое спасибо, кто посмотрел эту серию, вообще, кто посмотрел полностью этот проект, надеюсь, то, что он вам понравился. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь на группу ВК, ссылочка тоже есть в описании под этим видео. Ну, а с вами была Карина, всем удачи и до новых встреч, всем пока, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok